Всем привет моим подписчикам дорогим и зрителям которые может быть даже случайно зашли на мой канал я на уделке кто не знает что это такое это большой рынок здесь и новые вещи здесь и секонд-хенд и здесь большой блошиный рынок привет шарманщик привет собачка я приезжаю сюда за материалом для работы за украшениями за бусинками может быть еще что-то интересное попадется сначала я зайду в антикварный магазин а потом уже пойду на сам блошиный рынок погода сегодня замечательная прохладная правда но что мы хотим последние декады сентября так ну ладно я пока сейчас сюда зайду ну что же очень приятно мне сделали скидку аж 500 рублей тут что значит ходишь постоянно тебя уже замечают а меня не заметит тяжело с розовой то головой ну ладно иду я на блошиной не забываю говорить что здесь можно купить все от иголки до ракеты сейчас я вот пройду с задним двором что это уже последние денечки такие потому что ветер уже холодный по утрам по вечерам уже прям прохладно да и днем уже не жара тут в начале не интересно надо идти далеко-далеко в самый конец и не думайте что здесь одно старье ну кто-то ищет как раз винтаж в одежде и в обуви не в аксессуарах здесь можно купить и новую обувь и одежду легко кто чем торгует кто чем торгует это хорошо спасибо вот тут не очень интересно в начале перекупщики украшения в магазинах покупают дороже продают в общем я очень люблю тех кто продают с квартир с квартир с домов вот когда перед продажей очищают квартиру можно найти все что угодно но это туда дальше оптовики ой мне тут попадалось и серебряные украшения попадались и камни очень редкие мне тут попадались ой чего я тут только не находил поэтому здесь столько людей каждый ищет свой клад и цветы живые ой чего тут только нету кто мочалки вяжет кто чего короче говорит картины очень много всякого инструмента действительно забыли про ребенка да каждый ищет то что ему интересно конечно стало дороже подороже чем было даже два года назад я тебе говорю вот видите завезли новых новых единственное что я не могу давно найти года два я ищу крышку от петербургского императорского фарфора от чайника разбили и вот не могу найти и серебряная посуда в общем тут Саня Саня в России у него потом под аппаратом что вам добавлять ничего тут только нет так какой красавец мне нравится часы место очень интересно люди попадаются очень интересно вот видите инструментом разжились лаки кожаные сумки но это блошиный рынок а с другой стороны рынок секонд-хенда там вообще если интересуют вещи обувь те же сумки кожаные те же сумки я тут многих продавцов знаю я знаю у кого уже стоит спрашивать у кого нет есть люди неадекватные а есть нормальные какие шапки интересные сейчас хорошо покупать летнюю цены да а он с крышкой это старая машина есть дешевенькие тарелочки а есть посуда ГДР и кузнецовский фарфор и все что угодно можно найти у меня тут свой маршрут проверенный годами что тут антиквариат шкатулки музыкальные 800 так мы тут снимать тяжело сегодня погода хорошая народу так надо мне пока отсюда перейти в другое место часы монеты дальше там будет книг огромное количество все короче говоря очень устаешь елочные игрушки старинные старинные так это пандора настоящая ха-ха-ха 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 это ж красоты чем это под катану но это не под катану но это не под катану это натуральные вещи и тут даже спрашивают бесполезно она неадекватная ха-ха-ха вещи практически на земле все подряд все подряд хрустали просто поехать так ну вот дошла я до конца тут пошли оптовики из квартир тут надо смотреть внимательно ну пока я ничего не нашла ну хорошо ну хорошо вот тут моя здесь все не возле заботы там сколько это там такая обезьянка с глазками ха-ха-ха ну это да это прикольно пошли в завал книг по 50 рублей по 50 рублей тут нужно найти все что угодно у меня первые лыжи ванна что ли ванна что ли сразу же после смерти они выписаны в одной книге пластинки ну как-то вообще не может быть сегодня что-то вообще ничего интересного ванна люди живут наливают веселятся тут у людей своя жизнь свой мир город в городе ванна он уже целый чего тут только нет но для себя интересного чего-то я не могу найти так ладно пойдем теперь по средним рядам две недели назад я удивлялась на огромную ковцу обуви а осталось то всего ничего что ж такое то что ж такое что ж такое где сделали мне скидочку ну и прямо потратить то некуда а да да все давай иди так вроде кажется что только нету вещи горы шубы валяются на земле на тряпках да да лак купила для ногтей которые я разбила такой с серебряными блёсками и то ель нашла столько лаков поперебирала честно говоря уже устали ноги честно говоря уже устали светильники да больше тридцати лет назад я помню они в моде были ну наконец то я уехала с отделки устала ужасно ноги не идут мне еще до дома добираться так ну что я купила я вам покажу дома ну все я в Петергофе так автобус идет ну что хвалюсь все вымола но еще все не высохло я так на кухонную салфетку положила чтоб стекало во первых вот такой браслет тут одна потеря всего одного нет стразика но это я поставлю он застегивается прям вот на темном наверно будет видно видите у него тут вот застегивается ой господи неудобно одной рукой вот так он застегивается и вот в эту штучку вставляется вот такой вот интересный браслет я таких еще не видела ну не вижу я что чтобы оно было но очень хороший пусть он без клейма без всякого но очень интересный браслет так вот такое ну это мне нужно девчоночки мои дорогие кто не знает я себе делаю штору сейчас вам покажу между шторами вот у меня такая штора и поэтому я покупаю пластиковые бусы украшения и сюда их пускаю вот это украшение я купила в антикварном магазине там на уделке но вы видите как оно сделано перетянуто друг на дружку короче его нужно будет переделывать а так мне очень нравится как оно смотрится вот и вот такое украшение оно так чуть-чуть сиреневое да какое-то и вот это украшение я тоже в антикварке купила но тут я промахнулась я купила вот из-за этих бусин вот видите какие они я думала сделать из них серьги только потом разглядела что у них отверстие не по центру нет ну можно конечно и так просто больше как говорится работы вот в общем вот такие тоже интересные украшения вот ну вот я увидела прям вот эти бусины так ну и это тоже для занавески для шторочки вот это тоже в общем немного я купила да что-то мало прям вот хороший браслетик тоже украшение можно сделать интересное это тоже для шторочки мне главное надо чтобы они были прозрачны ну и вплоть вот такую мне отдали бусинку вот вот не могла оставить понимаете фарфоровую вот эту может быть подвесочка куда пригодится у меня заколка такая есть для волос так потом только вот смотрела Ларису Табашникову из Гватмалы и мне послали тоже такую жарптицу тоже интересная подвесочка она без потерь все на месте у нее вот такая вот и купила вот такую бусину но она мне нужна как донор бывает не хватает в украшении вот а взять негде вот такое вот так и еще что я купила я купила две вот таких емкости закручиваются пластиковые и пожалела что купила две всего они занимают мало места их можно уложить в коробочку а в них насыпать всякой мелочевки по 25 рублей что ой доходит пост и купила еще лак вот такой я люблю такие лаки вот да вот такая погода что хочу сказать многие скажут делать ей нечего пять часов уходит на дорогу туда обратно да не знаю девчонки я там отдыхаю я устаю конечно очень но у меня душа там отдыхает в таких местах ну ладно мои хорошие спасибо всем за внимание и до следующих видео пока пока мои дорогие и и и Субтитры подогнал «Симон»